У меня основная специальность – это эксперт аналитической медицины, и основных моих предметов была биохимия. И плюс я уже 10 лет занимаюсь вопросами функционального питания, вопросами биохимии питания, вопросами клинической нациологии и диетологии. Так что здесь, друзья, сейчас я поделюсь теми знаниями, которые наработал за последние 10 лет. БАДы, они нам надо, и если надо, то какие? То есть надо понимать, какие же все-таки биологически активные добавки, витамины нам имеет смысл принимать. И те самые вопросы, что нас ждет с вами впереди, что такое БАДы, как давно они используются, это тот вопрос, который я ввел, потому что он дает нам представление, на самом деле, о том, что же это за зверь такой. И вот те вопросы, которые топчик-топчик. Актуальны ли добавки сегодня, очень многие говорят, а я нормально питаюсь, зачем мне вообще твои БАДы? Я вот салат ем по утрам, а иногда и вебе тоже. Какое главное правило в рыборобатах, это самая основная история, как отличить синтетические добавки от натуральных, какие витамины можно принимать постоянно, такие курсами. Вы, друзья, отмечайте себе те вопросы, которые вам уже попадались, или которые вас самих интересуют. Какие витамины, минералы нужны для разного возраста? Это тоже топчик, потому что все спрашивают, а что детям? А у меня вот папа престарелый, а ему что? Важный вопрос. Тут же, сюда же идет и вопрос про мужское и женское здоровье. Мужчины очень заинтересованы сейчас в своем здоровье, очень часто хотят как можно дольше сохранить мужское здоровье и мужскую силу, а женщины заинтересованы в своем здоровье, и как можно дольше хотят оставаться энергичными, молодыми и красивыми. Почему запрещают iHerb и Wildberries? По Wildberries буквально недавно была большая шумиха с отравлением подростка, который пользовался БАДами с Wildberries. В каком случае биодобавки эффективнее пить с протеином или с белком? И зачем некоторые бренды выпускают 88 вариантов омега-3? И насколько все это дело дорого, вопрос финансов тоже вопрос важный, нужный. В общем, все проанализируем. Что такое БАДы и как давно они используются? Вот тут, друзья, я сейчас посмотрю в чат. Пожалуйста, кто у меня был на лекциях, можете мне отвечать. Напишите свои версии. Вот как давно вы считаете, что используются БАДы? Вообще, в принципе, как концепция. В основном все говорят, ну, это где-то вот в 20 веке стали использовать, там стали делать какие-то там таблеточки. И вот, значит, не совсем. Вот здесь, кстати, почему это такая ловушка, вот эта афиша, которую я вам выставил, это середина примерно прошлого века, когда стали усиливать витамином В1 пончики в Америке. Был такой хитрый маркетинговый ход. У меня есть прямо отдельная история на эту тему, как маркетинг нас разводит по теме витаминов. Так вот, был отдельный такой хитрый маркетинговый ход на тему того, что вот мы добавили витамин В1 в наши пончики. Они теперь стали сильно полезными для здоровья. На самом деле, вы правы, БАДы используются на самом деле с тех пор, как люди вообще стали какие-то травки, что-то как-то усиливать в свое питание, что-то добавлять. В этом отношении имбирь – это БАД. Перец – это БАД. Чеснок – это БАД. Петрушка – это БАД. Еще Гиппократ, всем известный человек, который является не просто отцом, а, наверное, проотцом даже медицины, всегда говорил, что наша еда – это наше лекарство. И в этом отношении любое лекарственное растение, которое улучшает состав нашей пищи, и любое биологически активное вещество живого происхождения, натурального происхождения – это БАД. А вот здесь, пожалуйста, Пятикант от Марии Ритнична-Шаповалова проводит офлайн-мастер-класс по целительным свойствам Петрушки. Вот это тоже, по сути, вот оно тут показывает, что вот это, если добавлять, то можно мамонта быстрее поймать. Соответственно, мы используем на самом деле БАДы как концептуально очень-очень-очень давно. Едем дальше. Актуальны ли добавки именно сегодня? Ну, для Пятикантровов понятно, им Петрушка была нужна, чтобы мамонтов ловить. У нас как с этим дело обстоит? Давайте разбираться вместе. Во-первых, мы живем в эпоху, когда половина человечества страдает от оживления. Одна часть, вернее, человечества страдает от оживления, другая часть человечества страдает от анорексии и недоедания или от скрытого голода. Если мы говорим сейчас про развивающиеся страны, есть такое явление, как скрытый голод. Это когда вроде бы еда есть, но она настолько бедна питательными компонентами, что истощается организм. Сейчас скажу вам одну невеселую статистику. Один из четырех детей погибает от скрытого голода в развивающихся странах. То есть дети не доживают до возраста 10 лет. Именно это является одной из причин. Плюс еще есть достаточно большое количество людей, которые либо голодают по причине того, что у них диеты какие-то такие ограничивающие и так далее. Ну и понятно, что если у людей, которые страдают разными формами предожирения или ожиления, проблемы с артериальным давлением, суставом, сахарный диабет и так далее, то люди, которые недоедают, у них идет распадение, распадается матрица, и эти люди болеют чаще, у них, как правило, очень низкий иммунитет и ряд еще сложностей и проблем. Но мы проживаем реально очень-очень сложные времена с точки зрения стресса, с точки зрения совершенно жутких трагических событий, которые происходят вокруг нас. И, естественно, это все не может на нас не отражаться. Да, и если мы думали, что начало пандемии – это был ужас-ужас, то сейчас мы понимаем, что начало пандемии уже многие вспоминают даже с некоторой такой ностальгической ноткой. То есть уровень нагрузки стрессовой на современного человека растет бешено совершенно. При всем при этом у большинства людей, большинство людей сейчас испытывают витаминную недостаточность. Мы дальше посмотрим, почему. И это приводит к тому, что люди устают, выгорают. Это приводит к тому, что идет расфокусировка внимания. И может вокруг человека все, что угодно происходить, а он вот совершенно где-то в своем мире. Повышенный уровень стресса, мощный фактор выгорания, мощный фактор состояния, которые приводят в том числе к депрессиям и так далее. И это все в том числе последствия витамина недостаточности. Вот этот слайд очень многие любят. Это те проблемы, с которыми, как правило, обращаются жители мегаполисов, жители крупных городов. И здесь, по сути, на одном слайде все симптомы недостатка различных витаминов. Все симптомы витамина недостаточности. Одна из частых проблем, с которой приходят, допустим, женщины, да и мужчины тоже, говорят, вот выпадение волос. Для женщин характерно. Попробовала все, перепробовала все лечебные шампуни, сходила к трикологу и так далее. Но вот все равно выпадение волос продолжается. А иногда бывает, что достаточно просто добавить витамина С, витамина Е, В1 и В6. Ну и фитонутриентов, антиоксидантов тоже. Боли в суставах. Вот обратите внимание, можете сделать скриншот этого слайда, можете сфотографировать экран. Кому удобно, вы будете знать, что если у вас вдруг что-то похожее появляется, или вы видите, что к вам приходит человек, который жалуется на такую проблему, чрезвенная жирность волос, к примеру, сразу понимает, что витаминов группы В не хватает человеку. Вот вам на одном слайде такие вот симптомы. Едем дальше. Что же делать? Какой есть вариант? Но есть два способа. Один способ – это надо, конечно же, найти вот те самые фрукты и овощи, в которых содержатся все эти замечательные витамины, добавить туда еще субпродуктов, миска для того, чтобы там витамин D хапнуть, лосось на регулярной базе или мелкая морская рыба из холодных морей, тоже регулярно, чтобы омега-3 была. Соответственно, что это выливается? Это выливается в 4-5 порций свежих фруктов. Они все должны быть и овощей. Они должны быть в пяти разных цветов. Они должны быть экологически чистые. Они должны быть не обработаны термически или обработаны в щадящем режиме. При этом их нельзя хранить. В идеале вам надо завести апельсиновое дерево или лимонное дерево, и есть апельсины или лимоны прямо с ветки. То есть представьте, вы ходите во двор, прошлись по снежку, стряхнули снег с лимона и надкусываете его. Вот это идеальный вариант. Во многих случаях это, во-первых, невозможно, а во-вторых, даже если бы это было возможно, то получается, что нам надо дополнительно к тому, что мы съедаем в день, еще съедать тележку еды. Тележку разных продуктов супермаркетовских, которые содержат все те витамины и минералы, которые нам требуются, оказывается, для регулярного ежедневного функционирования. Почему это происходит? А это происходит вот почему. Дело в том, что в конце 19-го, начале 20-го века произошла революция, которую никто не заметил. Это была революция в производстве, на самом деле, в выращивании фруктов и овощей. Во-первых, изобрели отвальный фрук, то есть отвальный фрук, который вскрывал большие пласты земли, открывал ее и там уже дальше шел посев. Так вот, этот отвальный фрук, он уничтожил практически большую часть тех анаэробных микроорганизмов, которые в земле, собственно говоря, отвечают за то, что берут минеральные вещества, их обрабатывают, потом эти переработанные уже минеральные вещества попадают через корневую систему в растения, и потом уже, соответственно, из растений мы их потребляем. То есть резко все обеднело. Потом задача сельского хозяйства перестала выращивать что-то полезное, стала выращивать что-то красивое и быстрое, желательно устойчивое к паразитам. Вспомните яблоки нашего детства, друзья. Даже я сейчас говорю про недалекие годы, про 80-е годы. Вспомните, как выглядели яблоки в 80-е годы. Сейчас, когда я прихожу в супермаркет, я таких яблок не вижу. Они все красивые, они все одного размера, они все примерно одного цвета. Потом ты берешь это яблоко, надкусываешь, если вдруг отвлекся, оставил на столе, оно не окисляется. То есть оно там на месте надкуса, значит, оно не желтеет. Я помню яблоки у моей бабушки, у нее рос раппорт. И вот если ты откусываешь от этого яблока, то пока ты его ешь, оно уже начинало окисляться. Там столько было железа в этом яблоке. Понимаете? Сейчас все совсем по-другому. Давайте предметно. Вот замечательная таблица, которую я очень люблю. Это таблица, по которой данные 1985 года предоставила фармацевтическая компания Гиги. Они еще в 1985 году сделали замеры по содержанию полезных веществ, минералов и витаминов в продуктах питания. А данные 1996-2002 года – это департамент физиологии, биохимии и питания, институт Макса Рубнера из Германии. Так вот, посмотрим по характерным моментам. Допустим, бананы. В 1985 году на 100 грамм бананов содержалось 330 миллиграмм витаминов группы В. В 2002 году – 18. Задумайтесь, было 330, стало 18. Потери составили 95%. И это за какие-то буквально несколько лет. Если мы говорим про клубнику, витамин С в клубнике на 100 граммов содержалось 60 миллиграммов витамина С. Сейчас, в 2002, сейчас я даже не знаю сколько, в 2002 – 87% потери. Это значит, что нам для того, чтобы то же самое, что мы в 1982 году, или что наши родители в 1982 году получали из еды, потреблять нам надо есть в два раза больше. Что такое есть в два раза больше? Это значит, что дополнительно добавляется еще большое количество килокалорий. И общий наш рацион тогда будет 4000 килокалорий в сутки. Если вы не кладете шпалы, если вы не занимаетесь, не готовитесь к олимпийским играм, не ездите на каное, на байдарках или там чего-нибудь еще регулярно, то вы это сжигать не можете, 4000 килокалорий. Что можно сжечь, как можно сжечь 4000 килокалорий? Ну, например, можно 4 часа 40 минут прыгать на скакалке. То есть вам сначала надо с одной стороны есть, эта тележка должна рядом со скакалкой стоять. И здесь, значит, попрыгал, закусил, попрыгал, закусил, попрыгал, закусил. Ну, понятно, что так жить никто не может. Это первый способ. Вот проблема современного человечества – вот так вот выглядит. То есть, ну, у тебя как бы всего два пути. Я даже озвучивать не буду, вы все прочитали и, в принципе, нормально. Окей, хорошо. Какой же выход из этой ситуации, спросите меня вы? А выход выглядит вот так. Это концентраты. То есть мы берем то самое полезное растение, тот самый полезный фрукт, полезные овощи, экологически чистые, хорошего качества, как ингредиенты, и делаем из него экстракт или концентрат. То есть мы без лишней калорийности можем потребить всю ту полезность, всю ту квинтэссенцию пользы, которая в нем есть. Следующий вопрос. Какое же главное правило выбора биодобавок? Ну, раз мы уже пришли к тому, что мы говорим где-то про экстракты, концентраты, какие-то ингредиенты. А как выбирать добавки? Если я вижу вот этот бутылек, что на нем должно быть написано? Как мне надо понимать, что он хороший? Здесь очень важно не пасть жертвой рекламы и маркетинга. Потому что большинство производителей биодобавок и витаминов очень много говорят о пользе компонентов. То есть вы заходите на страничку какой-нибудь компании, и они будут рассказывать о том, что вот витамин С делает и это, и это, и это, и это, и это, но про то, откуда они берут этот витамин С, там информации не будет. Или будет информация про то, что омега-3 полезна и для этого, это и снижение воспалительных процессов, улучшение состояния сосудов, улучшение состояния мозга, улучшение памяти, одно, другое, третье. Будет вот такой текст про то, какая хорошая омега-3, но из чего они взяли свою омегу-3, из какой рыбы это сделано, где они ее выловили, эту рыбу, вы этой информации, скорее всего, не найдете. У 95, а то и 99% всех производителей и поставщиков бад. Но надо понимать, что многие, кстати, они не являются производителями, они просто магазин, который продает бад. Многие мне говорят, кстати, забегая вперед, сейчас скажу, когда говорят, а я пью бады. Я говорю, ва, классно, замечательно. А кто производитель, в какой фирме вы пьете бад? Я пью бада и херп. То есть человек даже не понимает, что и херп это не производитель, что это барахолка, на которой продаются всякие разные бады. Так вот, очень мало говорят о культуре производства, о технологиях, о качестве своего сырья. Самое главное правило выбора бад. Качество биологически активной добавки, качество тех витаминов, которые вы принимаете, начинается с выбора качественных ингредиентов. Только с качественными ингредиентами у вас может быть действительно качественный и классный продукт. И здесь прекрасным образом работает концепция лучше от природы, когда мы берем лучшие, самые богатые конкретными витаминами растения, фрукты, овощи и так далее. И лучше от науки, когда мы самым современным путем, высокотехнологично берем и собираем эти компоненты в один концентрат, который дальше уже получает человек, который дальше будет себя чувствовать здоровым, красивым, бодрым, мощным, сильным, внимательным и так далее. Следующий вопрос. Как же отличить вот эти натуральные добавки от синтетических витаминов? Потому что основная масса всех витаминов, которые продаются в аптеках, мы понимаем, что там очень высокая доля синтетики или они полностью являются синтетическими. И самый продаваемый, кстати, я смотрел статистику в Казахстане, самый продаваемый витамин, самый продаваемый источник кальция – это глюканат кальция. То есть это глюканат кальция, который не просто неполезен, а который по большому счету даже и вреден. Вчера тоже был разговор, молодой человек, 22 года парню. Вроде все нормально, вроде даже может быть есть какой-то там баланс по кальцию, но у него жесточайшая форма остеопороза. Настолько, что ему даже сейчас врачи запретили ходить, потому что есть вероятность того, что он даже при ходьбе может получить перелог. Почему? Да потому что тот кальций, который у него даже есть, где-то, может быть, в добавках или в пище, он не усваивается. Ну, как же отличить у нас вопрос с вами? Первый момент – это цена. Если мы говорим, к примеру, про глюканат кальция, он стоит практически ничего. Или витамин С, аскорбинки, наварить три цистерны – это как бы достаточно легкая история. Потом ее разбить по табличкам и продавать по 3 копеек. Если мы берем витамин С из вишни ациролы, к примеру, то это целый путь. Это экологически чистая вишня ацирола, которой надо сначала отобрать правильные семена, негенетически модифицированные, правильные формы. Потом это надо все дело посеять правильным образом на экологически чистых полях, без использования пестицидов, гербицидов, без использования химии. Потом это надо все дело взрастить. Потом эту вишню ациролу нужно собрать. И внимание, буквально за несколько минут с дерева, когда ты срываешь, перевести на переработку. Там сделать из этого концентрат, порошок, взять вот эту самую витаминную составляющую, потом отправить на производство, где это все спрессуют, таблетки, сделать из этой капсулы, еще специальную капсулу, которая будет мягко в течение 8 часов в вашем организме растворяться, не раздражая слизистую желудку. Понимаете, о чем я говорю, да? И здесь вы получаете абсолютную пользу, как будто вы съели килограмм апельсинов. Натуральный витамин С. И это по ценовому принципу будут принципиально разные варианты. Второе, конечно, ингредиенты, сырье. Витамин С усваивается прекрасно только в сопровождении биофлапоноидов и фитонутриентов. То есть, когда наш организм видит, что он идет вместе с теми маленькими соединениями, с которыми он идет в апельсине, в лимоне, в ацероле и так далее, тогда наш организм его воспринимает нормально. Если это просто аскорбиновая кислота, химически синтезированный витамин С, то он будет работать через раз и усваиваться, соответственно, будет там на 8-15%. И должна быть маркировка. То есть, либо на сайте производителя, либо на самой баночке этого витамина, витамины минерального комплекса, должна быть маркировка об ингредиентах. То есть, это должно быть написано. Если написано, вы видите, что написано только аскорбиновая кислота, вы понимаете, что это чистая синтетика. Если вы видите, что написано экстракт вишни ацерола или экстракт мальпиги или что-то еще, какие-то разные экстракты, вы понимаете, что да, здесь есть экстракт. Допустимо добавление синтетической аскорбиновой кислоты в такие витамины, потому что здесь они усиливают действие, увеличивают газировку самого витамина. Но там есть какие-то нутриенты, которые помогают ей усваиваться. Да, на сайте должна быть информация от производителя, должны быть подробности. Органолептически можно, по вкусу, по цвету и, конечно, по эффекту. Но я вам сейчас прямо проанализирую. Давайте по цене посмотрим. Как вы думаете, что будет стоить дороже? В пакете концентрата сок. Кто помнит вот эти соки зуба? Друзья, поднимите руки. Это вот соки моего детства на самом деле. У нас они тогда стали продаваться. Я помню, что мы их страшно любили. Я даже помню, что мы грешным делом периодически их сухую без воды ели. И это нам было прикольно. Потом у нас у всех были покрашены этим химозным желтым цветом языки. И мы ходили. Так вот, что будет дороже? В пакете концентрата или килограмм витаминов, или килограмм апельсинов? Ну, понятный ответ, да? Здесь все как бы четко ясно. И здесь мы вот сейчас я вам показываю, допустим, какие концентраты содержатся в комплексе WX. В современном комплексе WX содержится 22, 22 вы не ослышались, концентрата фруктов и овощей, все из которых экологически чисто выращены. Причем они там еще сделаны таким образом и собраны таким образом, что они еще один другого усиливают. То есть там синергетическая такая форма, в которой они работают не в три раза, три комплекта, три концентрата не в три раза круче, а в 15 раз круче, сильнее их действия. То есть если вы видите вот это, вы понимаете, да, окей, хорошо, этот производитель, значит, он действительно использует концентраты. Также на сайте есть информация у правильного производителя, из чего он делает. Это абсолютно прозрачно все. На всех этапах производства он рассказывает, что мы это вот с этого поля, с этой фермы. Ферма эта находится там-то, там-то. Таким-то образом мы это производим. Здесь идет техника специальная по GPS, для того, чтобы она не топтала землю там, где не надо. Минимальный урон наносится земле техники. Более того, техника используется, которая никогда не работала ни на каких других полях. Это не арендованный трактор, который заехал, который сейчас у соседа с пестицидами работал, а тот он к тебе на твою экологическую форму, в ферму заехал, и здесь тоже тебе все этими пестицидными шинами истоптал. Нет. Ну, то есть там много историй. Это моя любимая тема. Я могу говорить на эту тему долго, но не буду, потому что сегодня мы с вами даем именно концентрат. Если у кого-то есть вопросы, друзья, feel free, чувствуйте себя совершенно свободно. Можете ко мне обращаться. Сначала проконсультируйтесь с вашими наставниками или с теми, кто вас сюда пригласил. И если вам разрешат, вы можете обращаться ко мне в соцсетях. Я с удовольствием даю те материалы, которые у меня есть. Все сырье поступает из надежных источников. Чистота безопасности подтверждается в результате тщательнейших проверок. И есть специальные сертификаты на это. Для производства используются только самые эффективные растительные ингредиенты. Ученые в правильных компаниях проводят годы для того, чтобы выявить правильное растение или правильный вид конкретного растения, который содержит самого наивысшего качества и самую большую концентрацию конкретного ингредиента, конкретного витамина. И сам процесс производства соответствует самым высоким международным стандартам. Кстати, правильный производитель БАДов, несмотря на то, что это не является обязательным, но правильный производитель будет сертифицирован по GMP. GMP – это стандарт производства лекарственных средств. На самом деле он обязательный только для лекарственных средств. Для БАДов нет такой обязанности. Но правильные производители заморачиваются, делают это, несмотря на то, что это стоит больших денег и больших усилий. GMP расшифровывается как Good Manufacturing Practices, то есть надлежащие практике производства. Про сертификаты. У каждого семечка, вот если мы говорим про концепцию Nutrilite, про концепцию натурального производства витаминов, витаминных комплексов и БАДов, то у каждого семечка есть свое свидетельство о рождении. Вот здесь справа, видите, свидетельство о рождении на… Кто это у нас? Это у нас… Это у нас… Это у нас… Это у нас корень крапивы. То есть вот на корень крапивы есть свое свидетельство о рождении. Как он, значит, из какой партии он там и так далее. Слева вы видите аттестацию по ЭКОСЕРТ. Это французская компания, которая аттестует по принципам биологического производства, по принципам экологически чистого производства растительного сырья и прослеживаемости. Теперь органолептический. Как можно определить, что та таблеточка, которая у вас, она натуральная? Если мы говорим, опять-таки, на предмете Дабл-Х. Очень просто. Вы берете Дабл-Х и бросаете в три разных стаканчика. И вы получаете вот такую картину. А рядом можете взять стаканчик, взять витаминку Витрум или Центрум, или любую другую синтетическую витаминку, и то, что даже ее зафигачит. Посмотрите, во-первых, растворится она или не растворится, и вы увидите, что синтетическая витаминка не сильно-то и растворится. Здесь будет прямо желтый цвет, который дают каротиноиды, которые содержатся в Дабл-Х и так далее. Здесь вы увидите такой бледно-зеленоватый. Это цвет растительного сырья. И запах, запах. То есть вы нюхаете, и вы понимаете, что здесь пахнет апельсином. Здесь пахнет биофлавоноидами цитусов. Здесь, вы понимаете, пахнет, как будто бы морем. То есть прям реально такой запах, как будто ты на берегу моря, водорослями, вот какой-то такой историк. Здесь будет более зеленый цвет, здесь это экстракты винограда, это бузина, это черника, голубика. Опять-таки, то есть мы понимаем, что здесь содержится. Я это могу понюхать, я это могу на вкус попробовать. Я могу выпить эту воду, я понимаю, что меня там от нее не стошнит. Если я нюхаю из синтетического стакана, то, что я там растворил, ну, мне как бы мало желания потом это вообще в себя засунуть. По эффективности. То есть у меня была конкретная история, когда мой друг мне сказал, очень близкий друг, с которым я пропагандировал, я ему говорю, он был очень уставал, очень сильно чувствовал себя ужасно, я ему говорю, слушай, вот попробуй замечательный комплекс, дабл-экс. Он говорит, ты знаешь, фигня вся, это ваши витамины. У меня жена два года уже на Эйхенде покупает витамины, я никаких изменений не чувствую. Ну, действительно, вот может быть такая эффективность, что человек покупает себе витамины для очищения совести, и за две недели Санек потерял две недели. Не стал ни здоровее, ни бодрее, ни подтянутее, ни стройнее. А есть вот такие варианты. Это реальная картинка, это мой замечательный друг Кирилл Зангалис из Москвы. Сразу должно говориться, здесь это не то, что он одну витаминку выпил и сразу его вот так вот скукожило, и он стал таким, значит, красивым, мускулистым пловцом. Нет, здесь это была работа проделана, большая, у него была специальная спортивная диета, ужасная, отвратительная совершенно, с никаким содержанием минеральных веществ и витаминов. Потому что он, там у него не было никаких практически углеводов, он ел галимый белок. То есть он здесь ел куриную грудку утром, в обед и вечером. У него весь холодильник состоял из куриной грудки и тонны просто яиц. То есть он их варил, очищал от желтков и вот эти белки, он там тоннами продуктов употреблял. Но и когда он начал это делать, а у него была мечта, он в 40 лет был в таком состоянии, у него была мечта, он сказал, поспорил с друзьями, он сказал, обо мне напишут в журнале Men's Health. И все над ним поржали. Потому что он был такой пухляш добродушный, но точно не для Men's Health. И когда он перешел на эту диету спортивную, ему сказали, что дружище, будь готов, волосы повыпадают, зубы повыпадают, кожа будет шелушиться, потому что, ну как у всех культуристов, у всех вот так. Мы ему тогда ввели усиленную усиленную поддержку по витаминам и минералам. Он пил омегу-3, он пил Double X, он пил сопровождающий глюкозамин для суставов кальция, магнидэ, для усиления костей и связок. Ну то есть у него был хороший набор витаминов, такие горстки он прямо пил. Когда он сделал вот эту фотографию, конкретно в этот же день, он сразу же поехал в биохимическую лабораторию сдавать кровь. В медицинскую лабораторию поехал сдавать кровь, чтобы было понятно, что с ним теперь происходит. Потому что его диетолог, которая его вела, она ему сказала, обязательно в обязательном порядке сразу же поедешь сдавать. Когда он ей прислал анализы, он мне потом скинул прямо скриншот с перепиской в WhatsApp. Он ей прислал анализы, она ему пишет, я тебе не верю, это не твои анализы. Я тебе не верю, это не твои анализы. И потом она ему сказала, ты понимаешь, что тебя спасло то, что ты принимал всю дорогу вот эти витамины, эти добавки. Ну в общем, вот такая история. Также, да, у правильных производителей, у правильных компаний есть клинические исследования, которые показывают эффективность не просто действующего вещества, а их конкретного комплекса. Потому что, когда я вижу у компаний на сайте клинически доказанную эффективность витамина С, ну сорян, ребята, я не знаю, это витамин С в целом так действует или в вашем конкретном комплексе. А здесь мы с вами видим, что здесь вот, пожалуйста, конкретно вот подабыл Иксу результаты. Да, то есть там изменение уровня В12, к примеру, после приема WX. Или снижение уровня габарцистеина после приема WX. То есть здесь конкретно все именно по WX. Вот. Ну не буду здесь останавливаться, это такая уже более тонкая, более глубокая информация. Если нужны данные по клиническим исследованиям, тоже я с удовольствием поделюсь. Милости прошу. Какие витамины можно принимать постоянно, какие курсами, тоже очень часто у меня спрашивают. А это вот, я вот сейчас купил этот WX, или это D, или это OMEGA. Мне ее сколько пить? Важный момент, очень понятный, я всегда задаю ответный вопрос. Если у тебя есть возможность, есть вкуснейший греческий салат с самыми свежими овощами, с самыми лучшими оливками, прекрасным сыром, петой, домашним оливковым маслом, ты его будешь курсами есть или регулярно? Человек говорит, ну, конечно, регулярно. Вот это на самом деле ответ на вопрос. Если у вас есть возможность принимать натуральную добавку из природных ингредиентов, которые не откладываются у вас в мозге, в глазах, в печени, в костях и где-то еще, потому что она синтетическая куча всяких нежелательных элементов, тогда, естественно, что я натуральное могу регулярно употреблять. Синтетика, она забивает наш организм. То есть нам после такой добавки, после таких витаминов, нам нужен еще дополнительный детокс. Почему? Потому что оно все откладывается, потом нашей печени нужны дополнительные усилия предпринять для того, чтобы это дело вывести. Очень часто такого рода синтетические добавки, они откладываются действительно в тканях, в мозге, в костях. Так что, друзья, если синтетику прописали какую-то, бывает, что там врач по каким-то причинам прямо наставит прописывать синтетику или там витамины В очень высокой концентрации, которые вам нужны. Но здесь вариант либо брать нутрилайтовский и просто увеличивать дозировку, либо если вы начали пить вот такой высокой концентрации по рекомендации врача, обязательно соблюдайте там и это надо курсить. Это надо курсом пропить, потом дать организму отдат. Если вы принимаете натуральное, то здесь никаких проблем нет. Еще на что надо обратить внимание, что есть две группы витаминов. Есть витамины водорастворенные, это витамины коферментной группы В и С. Они практически, ими передозироваться невозможно, ну надо очень много прям употребить. И они выводятся, как правило, они как водорастворимые выводятся из организма. А есть витамины жирорастворимые, это витамины А, Д, Е и К. А, Д, Е, К, 4. Там надо смотреть по концентрации и в зависимости от этого можно периодически прекращать прием, можно начинать. Но при этом нужно сказать, что у нутрилайта настолько тонко продуманы дозировки и уровень правильных дозировок витаминов, что передозироваться нашими витаминами очень-очень сложно. Там так все тонко подобрано и такой уровень биоусваиваемости этих веществ, что там не происходит вот этой передозировки или забитие организма. Повторюсь, это все равно, что у вас ферма в коробочке. Это все равно, что у вас несколько порций вот этого самого свежайшего салата из разных фруктов и овощей на столе каждый день. Зимой, летом, независимо, каждый день. Следующий вопрос, какие витамины, минералы нужны для разного возраста? Этот вопрос, он очень и очень распространен, и если вы будете знать на него ответ, то я вам гарантирую, что вам ваши друзья, родственники, клиенты с большой благодарностью потом на это отреагируют. Ну, поехали по порядку. Какие витамины очень нужны деткам? Для детей один из самых важных комплексов это кальций-магний-Д, причем именно в таком виде кальций вместе с магнием, вместе с витамином Д, потому что кальций без магния, без витамина Д не идет в кости, не усваивается. Он может идти в сосуды, он может идти в почки, он может идти куда угодно, но не пойдет в кости. Кальций-магний-Д именно как комплекс. Обязательно, потому что у ребенка развивается костномышечный скелет, это очень важно в плане формирования. Омега-3. Омега-3, как мы знаем, помимо того, что снижает воспаление и так далее, что для детей, как правило, к счастью, не так характерно, но также омега-3 прекрасным образом воздействует на мозг и на развитие когнитивных свойств. То есть, ребенку для того, чтобы его мозг хорошо развивался, для того, чтобы ему было легко справляться, в том числе с учебным материалом, если мы говорим про начальную школу, в обязательном порядке нужно на омега-3. Часто прямо проводили исследования, это было замечено, что ребенок, когда идет, у него начинается какой-то сложный материал в школе, и вы замечали, наверняка, если у вас есть дети, что ребенок начинает буксовать, начинает смущаться, у него просто как будто мощности не хватает. Вот омега-3, она это дело улучшает. Прямо брали классы, и одной половине класса давали омегу-3, и другой половине класса давали пустышку. И видели разницу в успеваемости, разницу в том, как ребенок обрабатывает информацию. Конечно же, мультивитамины для укрепления иммунитета и для общего здоровья. То есть, вот это такой как бы минимальный набор, который нужен для детей. Я бы здесь еще рекомендовал в зависимости от ситуации, в зависимости от роста, занятости ребенка, потому что есть дети, которые активно занимают уже с маленьких лет спортом. И тут очень часто бывает хорошо, бывает прекрасно еще добавить сюда глюкозамин для того, чтобы еще и суставы ребенка поддержать, для того, чтобы снизить вероятность травм, улучшить состояние связок, состояние сухожилий, состояние суставов. Но как база идем вот от этого. Теперь, дети постарше. Кальций, магнидэ, особенно женщины, потому что женщины, они находятся в группе риска по вымыванию в силу физиологии своего организма, по вымыванию вот этого самого кальция, из организма. И очень часто бывает, что у женщин как раз-таки начинает наблюдаться достаточно ранний остеопороз или остеопения, снижение плотности костной ткани. Обратите на это внимание, это такой важный момент. Так что вот особенно женщины в обязательном порядке кальций, магнидэ для поддержания здоровья костномышечного скелета. Кроме того, это еще поддерживает также и деятельность сердца, и деятельность нервной системы. Железо. Ну, по железу все понятно. Огромное количество женщин живут в состоянии либо преданомийной, либо прямо анемии. Очень важно поддерживать жесткий организм таким образом, и ваш организм, дорогие женщины, вам будет очень благодарен за такую поддержку, вы почувствуете себя значительно бодрее, с большей охотой жить, творить, наслаждаться жизнью. Омега-3 тем, кто занимается интеллектуальным трудом, Омега-3, плюс я здесь еще пишу цистанхе. Цистанхе это один из моих любимых растений, так называемый цистанхе трубчатая, растет она в Средней Азии, в Китае, но при этом у Nutrilite есть замечательный комплекс, который делается именно из этого растения, его называют еще волчьей женщин, женщин пустыни. Эта штука делает из него комплекс память плюс. Во-первых, улучшает память, во-вторых, улучшает деятельность мозга в целом, улучшает кровообращение в мелких сосудах мозга, и за счет того, что улучшается кровообращение в мелких сосудах мозга, снимается оксидативный стресс, нагрузка, в силу перегрузов, стрессов, интеллектуальных нагрузок и так далее, и вы прямо чувствуете, насколько яснее, насколько быстрее, насколько легче и становятся ваши мысли. Особенно это прямо характерно чувствуется, если был какой-то недосып, и потом нужно либо вести какую-то презентацию, либо какие-то переговоры, либо какие-то расчеты на работе. Ну вот, прямо ты чувствуешь разницу сразу. После приема ты чувствуешь, как у тебя там все шестереночки зазвучали, заработали, завертелись, как будто вот смазали. Еще один момент, сейчас секретом поделюсь. Цистанхе, в силу того, что усиливает кровообращение в мелких сосудах, а мелкие сосуды у нас не только в мозге. То есть, это улучшает и здоровье женщины, потому что в мелких сосудах, в органах малого таза также улучшается кровообращение, и здоровье мужчины, потому что тоже в мелких сосудах, в той же самой области, также улучшается кровообращение. Так что цистанхе в этом плане работает на всех уровнях нашего замечательного тела. мультивитамины, конечно, поддержание для бодрости, для поддержания иммунитета и в целом для улучшения состояния организма. Витамины группы В. Мы уже в возрасте подростковом или в возрасте ранней, скажем так, зрелости, сейчас возрасте отодвинули, да, но в возрастах там от 20 лет, условно говоря, мы уже сталкиваемся с большим объемом стресса. Это уже проблемы с трудоустройством и построение карьеры и различные личные стрессы, с которыми мы сталкиваемся, да, и то, с чего мы начали, потому что в мире сейчас происходит много таких ситуаций, ну, от которых действительно, вот как здесь на картинке, мозги закипают. И витамины группы В это идеальный набор для поддержания нервной системы. Это витамины антистресс. Они, с одной стороны, дают бодрости и возможности в течение всего дня быть активным, продуктивным, в хорошем, продуктивном, таком конструктивном настрое. С другой стороны, помогают справляться со стрессами. Взрослый, 30-35-40+, кальций, магнидэ, особенно женщины, уже проговорили по этому поводу, железо, особенно женщины, омега-30, станки, уже проговорили по этому поводу, цинк. Цинк – это очень мужской минерал, и я не зря здесь нарисовал подъемный кран. Делайте выводы сами, дорогие мужчины. Цинк очень важен для того, чтобы все краны работали хорошо и подобающим образом. Во всех отношениях приятно. Витамин Е, токоферол. Если принимается решение о том, что пара хочет родить ребеночка, вот токоферол – это прекрасный витамин, который как раз способствует деторождению. Он так и называется по-гречески. Токоферол по-гречески – это тот, который приносит род, приносит роды. Так что витамин Е для тех, кто хочет продолжать свой род. На эту тему есть прекрасная лекция у доктора Чудакова «Улучшение витамина и улучшение демографической ситуации». Прямо вот для тех, кто хочет заводить детишек, сильно рекомендую. И лекция эта есть на официальном канале АМВ Центральная Азия. Так, едем дальше. Мультивитамины, конечно же, уже проговорили, витамины группы В, уже проговорили, витамин С. Очень важно, что здесь у нас идет еще и уже необходимость в дополнительной детоксикации. Мы уже прожили 30-35-40 лет, мы уже сталкиваемся с теми токсинами, которые в окружающем мире, к сожалению, в большом количестве наличествуют. И нам уже, нашему организму надо помочь. Он прекрасно справляется сам с детоксикацией, он выводит хорошо токсины, но когда их становится так много, он уже не справляется, он задыхается в этом. И здесь мы ему помогаем, даем ему витамин С, либо какая-то программа по детоксу дополнительная, и помогаем своему организму выводить вот те самые вредные вещества, которые нас атакуют. Коэнзим Ку-10 – это энергетическая валюта организма. Я не зря здесь нарисовал батарейку, потому что это вещество, при помощи которого наши митохондрии дышат и вырабатывают энергию. Метахондрия – это такая органелла в клетке, которая, собственно, отвечает за всю энергию клетки. Так вот, коэнзим Ку-10, он до возраста 25-30 лет в нашем организме вырабатывается, а потом резко снижается и потом начинает падать. Если не поддержать организм, то вы будете чувствовать все больше и больше утомляемость. Первая половина рабочего дня еще как-то худо-бедно, а вторая половина уже с трудом, с грехом пополам. Уже под конец рабочего дня вы просто ждете, когда я уже наконец-то смогу уйти с этой работы, прийти домой и вытянуть, прошу прощения, ноги, главное не протянуть. И в общем, вот такая история. Куэнзим Ку-10 в качестве добавки прекрасным образом поддержит ваш организм. Это замечательный антиоксидант, и он дает энергию на клеточном уровне, улучшает метахондриальное дыхание, отодвигая таким образом старение, потому что одна из основных причин старения считается, что это как раз так и нарушение метахондриального дыхания и нарушение вывода токсинов из клетки. Куэнзим Ку-10 как раз со всем этим поможет. Ну и адаптогены для людей, которые ведут активный образ жизни, это радиола, женьшень, то есть это те вещества, которые натуральным образом, не стимуляторы, заметьте, именно адаптогены, которые натуральным образом поддерживают вашу активность, дают вам энергию, силу, бодрость. Фитоэстрогены для женщин, это примила вечерняя, замечательная есть формула, женская гармония у Nutrilite, где сразу несколько очень полезных компонентов, там и витекс, значит, и витекс священный, и дягель, и примола вечерняя, и бурачник, ну и белки, аминокислоты, нам нужен уже правильный, хороший белок, нам нужно нормализовать сон, нормализовать иммунитет через это, и так далее, не буду здесь останавливаться, плюс моя любимая клетчатка, моя любимая клетчатка, сейчас все сталкиваются с проблемами либо после приема антибиотиков, сейчас очередная волна вируса прошла, и я знаю, что многие из-за осложнений дополнительно еще пили антибиотики, либо в целом из-за плохого питания, из-за того, что многие люди едят постфуд и переработанную еду, ненатуральную, клетчатка это важнейшая прям история, но чтобы получить тот набор клетчатки, который вам нужен, надо съесть пять ложек, пять крупных салатников с листовыми овощами, кучу вот всего всякой еды, не всегда есть такая возможность, вернее, никогда такой возможности нету, очень у редких людей, и здесь нужно, у меня самый любимый мой в этом плане бат, это растворимые волокна с инулином, если мы говорим про онклилайт, это из корня цикория они делаются, прекрасная история, сильно вам рекомендую улучшать состояние кишечника, выводит лишние сахара, снижает повторную всасываемость калестерина, снижает соответственно содержание плохого калестерина, калестерина низкой плотности в крови, механически очищая стенки кишечника, снижает вероятность развития синдрома раздраженного кишечника, прекрасная совершенно история, прекрасное детоксикационное действие, очень сильно рекомендую. Зрелые люди, 60+, кальцием, огни D, омега-30 станки, уже говорили, мультивитамины, витамины группы В, потому что здесь уже кишечники, они практически не вырабатываются или вырабатываются очень мало у людей возраста зрелого, надо поддержать, дать еще дополнительно энергии, потому что ее уже у людей зрелых иногда бывает не хватает. Среди токсикации, кандем Кудеси, синдетические белки, про это все говорили. Почему запрещают iHerb, Wildberries, да и не только iHerb и Wildberries, почему в принципе сейчас во многих странах взялись за то, что запрещается продажа или распространение БАДов или витаминов, или витаминно-минеральных комплексов бесконтрольно через онлайн каналы. Но вот здесь был пример допустим запрета на iHerb в России, потому что продавали через iHerb небезопасные биологически активные добавки, в том числе для детей, травы, объекты, гомеопатии. В некоторых препаратах содержались консерванты растений, запрещенные для использования детских продуктов. В том числе, и это частая история, кстати, что под видом БАД предлагаются незарегистрированные гомеопатические лекарственные препараты или лекарственные препараты, в том числе, которые вызывают привыкание. Ну и понятно, что никаких там регламентов ничего не соблюдается. Ну, давайте разберемся. Вот здесь еще одна тоже статья, это, по-моему, да, это из Сингапура, где задержаны более 39 тысяч нелегальных продуктов для здоровья, включая продукты для потери веса и, значит, и для поддержания красоты, часть из которых продуктов содержит запрещенные вещества в ряде стран. Была такая статья на Мэгру здоровье «Шесть причин никогда не покупать БАДы Сайхерп». Статья эта провисела недолго, вот ее очень быстренько убрали, но есть кэш и всегда можно из кэша достать то, что уже поубирали. Но, соответственно, я так и поступил, достал эту статью и вот из нее кусочки. Некоторые говорят, что сомнительное качество у витаминов, которые продаются на платформе Айхер, и вот здесь конкретно, что после приема биодобавок за неотложной медицинской помощью ежегодно обращается 23 тысячи человек и двум тысячам из них на самом деле нужна госпитализация. То есть не просто их врач смотрел, домой отпустил, а людей госпитализируют. Ну, смотрите, здесь надо сказать, справедливости ради, что на Айхер на самом деле есть и очень хорошие витамины и очень дорогие, да, и совсем никакие. Айхер, ну, я дальше об этом скажу, это просто барахолка. И там уже либо вы сильно хорошо разбираетесь, либо как повезет. Так что важно, там могут быть биологически активные добавки очень сомнительного качества. Риск передозировки многие говорят, потому что действительно на Айхербе бывают иногда там БАДы с какими-то дозировками там на 2000% превышающими дневную рекомендованную и так далее. это не совсем верно, потому что, опять-таки, есть и такое, есть и такое, и сякое, и, знаете, иногда говорят, заставь дурака думкой, заставь дурака, все пословицы сразу, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Передозироваться можно всем, чем угодно, да, можно и водой передозироваться при большом желании. Здесь вопрос в том, что надо, конечно, смотреть за дозировками и их выдерживать. Вот важный момент. Никаких гарантий и никакой ответственности. На самом сайте iHerb написано, прямо, конкретно, по-русски написано, iHerb не несет ответственность за любые убытки от предоставленной информации или услуг. Сейчас, внимание, ключевая фраза. Даже если iHerb был осведомлен о возможности ущерба. Это значит, что даже если я знаю, что то, что я продаю, это полная фигня и может тебе навредить, я не несу никакой ответственности. У них отказ от ответственности вынесен прямо конкретно на сам сайт. Я так предполагаю, что разумному потребителю этих аргументов уже достаточно для того, чтобы понимать, что с витамины то, что ты себя в свой организм кладешь, то, что ты детям своим даешь, надо брать только в проверенных источниках. При этом, конечно, iHerb, он дает возможность, дает выбор, потому что в аптеках классически продается вот кальций, глюканат и аскорбинка с сахаром. То есть, здесь люди говорят, ну блин, не в аптеку же идти. Не надо в аптеку. Есть прекрасные источники, замечательных, очень качественных добавок, которые соответствуют всем регламентам. Здесь, на примере Дейли, это тоже мультивитаминный и мультиминеральный комплекс, все регламенты, технический регламент Таможенного союза 021, безопасность, технический регламент Таможенного союза 022, безопасность маркировки, безопасность пищевых добавок, единые санитарные требования. Все! Федеральный закон о рекламе. Здесь соблюдены все требования, все законы, все, что касается безопасности самого действующего средства, безопасности самой формулы, и все, что касается ее эффективности также. Куча разрешительных документов на все, утверждения, отдельное утверждение для этикеток на продукты, даже сами этикетки все выпущены в соответствии со всеми правилами и требованиями. Кстати, что я заметил, что меня вдохновляет безумно внутри Light, это то, что они всегда пишут весь состав полностью, то есть вы видите, вы заходите на сайт, и там подробно написано все вообще, что есть в этой капсуле со всеми ингредиентами. Очень многие производители пишут только действующие вещества, только основные, и все. Здесь написано буквально все. Ну, едем дальше. В каких случаях биодобавки эффективнее пить с протеином? Здесь коротенько вам отвечу. Все, что касается костей и суставов, эффективнее с протеином. То есть если мы пьем кальций магний Д или глюкозамин, гораздо лучше они работают с протеином, потому что здесь наш протеин Nutrilite, я говорю про него, я не говорю про спортивные протеины, потому что там есть некоторые хорошие, некоторые похуже, некоторые с большим количеством дополнительных, ненужных добавок подсластителей синтетических и так далее. Сейчас мы говорим про Nutrilite, который обычный диетический, про протеин, который обычный диетический Nutrilite. Дело в том, что и кости, и хрящи, и суставы, они в том числе состоят из белка. Белок является основной структурной составляющей их. Соответственно, для того, чтобы улучшать состояние костей, состояние суставов, необходимо добавлять белка к вот этим действующим веществам, глюкозамин, кальций, магний Д и так далее. Все, что касается печени. Если вы пьете какие-то гепатопротекторы, поддерживаете деятельность своей печени, то сюда тоже надо добавлять белок, потому что правильный белок, правильные аминокислоты, они идут в печень и помогают формированию специальных ферментов, которые там в печени отвечают за детоксикацию. Есть такой фермент P450, цитокром-зависимый. Вот он как раз-таки формируется в том числе из тех аминокислот, которые содержатся в нашем протеине. Также для поддержания иммунитета. У белков не только структурное действие, у белков еще есть транспортное действие. Вот здесь глобулины, например, это тоже белки специальные, которые мы получаем в нашем организме. Он их синтезирует, но ему для того, чтобы синтезировать, нужно аминокислоты извне. Так вот, глобулины переносят различные гормоны, липиды, витамины. Ваше настроение зависит от того, какие белки вы принимаете, какой белок вы потребляете. Потому что для того, чтобы перенести правильный гормон, вам нужен соответствующий белок, который его потащит. Транспорт ионов меди в организме – это цирлоплазмин. Транспорт ионов железа – это трансферин. Кстати, с препаратами железа тоже очень, женщины дорогие, обратите внимание, обязательно нужен белок. Потому что если у вас низкое содержание по трансферину, при этом вы с железом прямо вообще выше крыши захочались, ну не пойдет железо, не поднесет его никто туда, куда ему надо пройти. Транспорт витамина В12 – это транскобаламин. Значит, вот картинка, я не знаю, она у вас запустится, не запустится, очень надеюсь, что запустится. Это как раз-таки транспортный белок несет в клетку визикулу с гормонами. Здесь могут быть эндорфины, здесь могут быть, ну все что угодно. Вот здесь может быть ваше хорошее настроение. И выглядит это вот примерно вот так. То есть буквально белок тащит на себе вот эту вот историю. Я специально эту картинку, это видео взял, чтобы вы понимали, как это происходит. На самом деле в организме куча удивительнейших, уникальнейших моментов происходит. Безумно интересно. Ну вот прям прекрасно, прям люблю я эту видюшку. Вот прям вот ножками, видите, перебирает. Вот. Также надо понимать, вот у нас, допустим, в нашей белке есть фенилаланин. Он в организме превращается в тирозин, а тирозин превращается в дофамин. И все, и мы в прекрасном настроении. Дальше дофамин, он превращается в норадреналин. И это, кстати, правильная выработка, в том числе, там норадреналина. Это лекарство от депрессии, на секундочку. И для этого нужно, то есть для этого нужны орейки, для этого соя, мясо, субпродукты мяса, курица, сыры и так далее. Представляете, сколько надо всего съесть, чтобы это получить. Креветки, значит, это вот тирозин, да, там тоже сырые молочные продукты. Это сколько же калорий. А здесь вы можете с помощью нашего белка метрилайтовского это все получить сразу в концентрированной форме. То же самое триптофан, который также есть в нашем, аминокислота, которая есть в нашем белке, она превращается в серотонин в организме. А серотонин, в свою очередь, превращается в мелатонин. И мы с вами днем в прекрасном настроении, довольно замотивированы. А вечером прекрасно спим в нужное время, да. Ну вот. Опять-таки это шоколад, орехи, бананы, миндаль, тыквенные семечки. И важно, что это все должно происходить в присутствии железа. Да, то есть для того, чтобы этот процесс осуществлялся, надо еще дополнительно железо, которое мы получаем. Мы получили трептофан из протеинного порошка и получили железо из витамина-минерального комплекса XX или из железа плюс, дорогие женщины. Ну и так далее. Следующий вопрос. Зачем один бренд выпускает 88 вариантов омега-3? У меня спрашивали, говорят, а у вас сколько омега-3 вариантов? Я говорю, один. На нескольких рынках, ну один взрослый, один детский, да. На нескольких рынках их бывает там 2-3. В Америке, если я не ошибаюсь, 3 или 4 различные вариации. Но не 88. 88 – это я не с неба взял цифру. На этом на том самом сайте, про который мы до этого говорили, заходишь. Вот выбираешь Nordic Naturals, 88 разных вариантов. Омега-3 для мальчиков, омега-3 для девочек, омега-3 для кошечек, омега-3 для собачечек, омега-3 для того, омега-3 для сего. Оказывается, как я выяснил, когда готовил этот материал, я разговаривал с маркетологами, которые работают в Бигфарме, в больших фармацевтических компаниях. И они говорят, слушай, ты знаешь, у нас работают такие же принципы, как работают в классическом ритейле, в обычном магазине. Но эта вот идея про… Вы видели наверняка, во всех супермаркетах стоит несколько холодильников, они прям полстены занимают, кока-колы или пепси-колы, да, или в зависимости. Но это же нелогично, нафига так много? То есть, ну, по идее, можно поставить два холодильника, и вот для того, чтобы обслужить всех людей, которые там проходят, достаточно. Нет. Чем больше твой продукт занимает место на полке, тем больше это реклама, тем больше твой продукт занимает место на рынке. Оказывается, у фармкомпании есть прямая зависимость. Если на полке омега-3 в аптеке мой продукт занимает 25%, 25 разных банщик стоит, то он будет занимать 25% на рынке. Так работает маркетинг и мерчендайзинг. Именно для этого многие фирмы, ну, вот, к примеру, здесь конкретно я говорю про Evalar, они что делают? Они выпускают кучу вариантов омеги-3. Они не вкладываются ни в маркетинговые исследования, ни в какие-то научные исследования, никуда. Они выпустили кучу вариантов. Причем у них это все очень дешево происходит. Сырье дешевое, продукт дешевый, отмаркировали по-разному, выпустили, выкинули на рынок, посмотрели, что идет. То есть они, знаете, как такой наживца, то есть они смотрят просто, что народ берет. Все, взяли, увидели три основных направления, которые народ берет. Все остальные свернули, выкинули, эти три дальше продолжают. То есть они делают маркетинговые исследования за счет потребителя. И дальше, значит, это все дело продают. Но, повторюсь, здесь весь процесс у них очень простой, производственный, достаточно быстрый. Сырье дешевое. Я ни в коем случае сейчас не хочу никого ругать. То есть здесь надо понимать, что под каждый мозг, под каждый бюджет, под каждую заинтересованность свой продукт. Есть люди, которые не пойдут на нутрилайковский продукт, потому что на самом деле им не нужно качество. Это тоже норм. Надо понимать, что в современном обществе это нормально. Это выбор каждого человека. Я не буду ему ничего доказывать. Но моя задача и наша с вами задача, дорогие друзья, дорогие коллеги, проинформировать, чтобы хотя бы у него было с чем сравнить. Здесь все очень дешево, очень просто. Льняное маслице, пожалуйста, из которого никакая омегатрия нифига не усваивается в человеческом организме. Да, усваивается на 3%. Ну и прочие вот такие прелести. А какой процесс у нас разработки? У нас процесс разработки одного БАДа занимает 1-2 года, а в некоторых случаях десятки лет, когда ищутся нужные ингредиенты. Ученые мирового уровня работают десятки лет над тем, чтобы дать нам с вами тот самый идеальный продукт, который будет для нас работать. Сначала это идея-концепция, потом это разработка еще 3-7 месяцев, потом проверка, это там от 1,5 до 4 месяцев, причем тестируют в независимых лабораториях. Не у себя на производстве протестировали, а дали в независимые лаборатории. Дальше регистрация продукции на рынке, производство продукта, дополнительные настройки оборудования, отзывы, извлечения уроков и потом уже получается конечный продукт. Понимаете, какая история? И здесь нет возможности вот таким вот образом халкурить. Следующий вопрос, по-моему, последний, кстати, мы потихонечку близимся к завершению. Качественные добавки – это дорого? Я вам так скажу, качественные добавки – это недешево. То есть это, повторюсь, не вагон оскорбинки, который можно потом расфасовать и прекрасным образом за 3 копейки продавать. Ну и работать он будет тоже на 3 копейки. Здесь, как говорят наши замечательные греки, от иплеронис пермист. Значит, что ты заплатил, то ты и получил. При этом давайте-ка сравним, если мы все эти вещества, которые нам нужны, получим из еды, то в калориях мы уже говорили, да, что дополнительно нам надо еще 2,5 тысячи килокалорий. А если мы говорим про комплекс Добылых, то здесь 4, на секундочку, килокалорий. Явно не растолстеешь такого. А теперь едем в самое интересное. Если мы берем и покупаем просто дополнительных фруктов, овощей и других натуральных источников на то количество витаминов, которые нам нужны каждый день, то мы должны заплатить в день 2120 тенге или 312 рублей. В день. Сейчас я вам скажу в евро, друзья. 8 евро. В день. Если мы говорим про Добылых дневную дозу, суточную, это 665 тенге или 98 рублей. Это в два раза дешевле, чем чашка кофе. Ну вот я в тенге смотрю, просто в алматинских кафе чашка кофе стоит 1200 тенге и выше. 2120 тенге или 665. 312 рублей или 98. 8 евро или 2,5. В месяц получается, что если бы мы едой заполняли те самые пробелы в своем рационе, то нам надо было бы заплатить дополнительно, потому что мы уже платим, 9,692 рубля или 65 тысяч тенге, 248 евро, в то время как Добылых стоит 20,620 тенге или 3 тысячи рублей. 9,5 тысячи рублей или 3 тысячи рублей. 248 евро или 78 евро. 78 – это цена, кстати, в Греции. Я не знаю оценок на других рынках, но вчера посмотрел цену в Чехии. В Чехии он стоит 68, еще экономичнее, 68 евро. Здесь мы сами понимаем, надо понимать, что когда мы принимаем качественную добавку типа того же самого Доблэкса, это все равно, что мы съели 5 салатников, 22 различных ингредиентов, 22 различных экстрактов, которые мы получили в прекрасном качестве, экологически чистые, с полей, где они очень правильно обрабатываются и где витаминная составляющая сохраняется, потому что это с поля везется сразу на производство, буквально в течение, иногда в течение 20 минут, это уже на переработке и на производстве. И с этой мыслью, друзья, я хочу вас оставить. Это, пожалуй, один из самых важных таких моментов, что самое главное правило выбора качественных биологически активных добавок начинается именно с выбора качественного сырья и качественных компонентов. И здесь я должен вам сказать, что очень немного компаний, которые сами изготавливают на своих экологически чистых фермах практически 80% всех своих ингредиентов. Очень немного таких компаний. Я вам могу сказать конкретную цифру. Сколько таких компаний в мире? Одна. И это Nutrilite. Причем об этом вы можете узнать. Это не заявление самой только Nutrilite. Вы можете проверить эти заявления. Вы можете зайти на сайт Euromonitor International. Сейчас можно перевести этот сайт на русский язык совершенно спокойно. И там конкретно написано, что это единственный в мире бренд и бренд номер один в мире, который сам это все дело производит. Концепции лучше от природы и лучше от науки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. И обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу. Живите со страстью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!